привет дорогие друзья вы на канале домовой и мы продолжаем ремонт и блоков питания не целесообразные ремонт и блоков питания и сегодня у нас на ремонте аэроку в x плюс 350 на 350 ватт да вот такой вот хлам хлам но мы его будем восстанавливать ради просто интереса у меня нет никакой прямо вот необходимости чтобы нужен был такой блок давайте же посмотрим как себя ведет блок подключаем питание через наш универсальный короткий провод подключаем его через умный пилот и нашу плату помогал очку плата убивал очка чтобы посмотреть что творится на выходе сигнальных линий и силовых так подключаем подаем питание а вот по нулям потребление вообще отсутствует соответственно никакой индикатор не горит а следовательно дежурчик то у нас молчит вот и ничего и не произойдет как не нажимай ничего не будет нет дежурки нет ничего ну что здесь все понятно предельно ноль показывает значит сгорел предохранитель это наверное 99 процентов сгорел предохранитель а значит в горячей части короткое замыкание поэтому разбираем блок питания тут не важно какой блок на 350 ватт на 500 на 600 на 1000 ватт принцип он везде одинаковый поэтому если вы хотите учиться ремонтировать блоки питания обязательно пробуйте свои силы на любой технике ну и желательно конечно на технике которая стоит небольших денег этот блок мне достался там в комплекте я брал сразу несколько оракулов штук я не помню 10 вот и он достался формально бесплатно я его буду восстанавливать чисто я говорю чисто вот интересно все не более того вот он наш блок кстати вот тут есть на вентиляторе но мне кажется это просто блок лежал а может я трудился какое-то время но не суть ладно это не важно но что-то мне подсказывает что он просто лежал хотя наверно когда блок лежит наверное так пыль не сядет не знаю кто сталкивался отпишитесь будет пыль вот таким образом прилипать к вентилятору но блок вот видно что пыльненький тут непонятно работал он или это да наверное работал вот эта пыльная все-таки это от работы образовалась потому что все блоки большинство блоков были в хорошем состоянии получены из-за того что они были как не ликвид ну то есть формально заводской брак там чуть отработали и дохли вот вот такой блок питания тут ничего сверхъестественного нет дежурка у т.к. 76 08 d супервизор и наверное он же шим контроллер а вот не видно у т.к. 75 2 20 д да по всей видимости отсюда идут импульсы на раскачку силовых ключей а силовые ключи как мне кажется здесь простые стоят а ключики здесь стоят 1300 7 но простые биполярные ключики поэтому это блок питание старой формации скажем так входные литики 330 микрофарад 200 вольт и по входу стоит вот маленький диодный мост 307 получается 3 ампера 700 вольт но понятное дело тут 300 ватт в этом блоке какая-то вот тут какая-то фигня здесь но я не думаю что от нее коротнуло жучок какой-то паучок вот что мы делаем извлекаем плату и смотрим что там с другой стороны так плату я демонтировал почти о пятно пятно прогар отлично это кстати в горячей части вот эта штука она для горячей части сделано то есть в районе дежурки прогар давайте смотреть что тут в районе дежурки за прогар а мы видим в этом районе как раз стоит микросхема дежурки и здесь паучок паучок разорвало паучка и унесло в мир иной вот и проблема паучок закоротил нам дежурку горячей части наверное выгорел предохранитель и микросхема но мак микросхема не знаю наверное все таки тоже ушла в мир иной поэтому сейчас берем мультиметр и проверяем все смотрим повнимательней итак у нас вот какой-то заусенец непонятный разряд был вот здесь непонятно что произошло понятно здесь жучок вот коротнул между этими вот этими контактами то есть вот здесь коротыш был вот как бы давайте проверим что творится и если осталось ли кз и умерла ли микросхема будем предполагать так вход вот предохранитель стоит предохранитель вот он вот он в обрыве соответственно вот по этой линии нет у нас запитки вот предохранитель кончился вот прямая линия и здесь тоже самое все у нас здесь все исправно предохранитель неисправен ну дальше давайте посмотрим что на банках творится короткого нет да нет на банк короткого в принципе так и рассчитывал смотрим дежурку дежурка вот микросхема у нее вот он конденсатор питания дежурки конденсатор питания проверим не пробита ли у нас питалова так на конденсаторе меряем 21 мегаом то есть короткого нету на пинах микросхемы это получается это получается микросхему вот пин и и вот этот пин здесь ничего у нас короткого нету замечательно проверяю здесь пины микросхемы на короткая нету нету ничего посмотрю вроде микросхема может даже уцелела судя по показаниям все частенько все чинили надо сейчас помыть вот это место и заменить предохранитель и попробую включить через лампу поэтому моем место обязательно от вот это вот программа и будем запускать так я отмыл все все отлично получилось немножко у нас вот видим подгорела дорожка по всей видимости вот с этим контактом закоротилось жучок вот здесь где-то был и отсюда пробой пошел сюда вот место прогара небольшой но в принципе все чистенько я думаю здесь проблем нет а вот что еще подумал надо обязательно прозвоните горячую часть трансформатора вот вывод раз два три четыре по моему да по моему это они вот если обрыв трансформатора дежурки соответственно в помойку и отправляем и чинить не мы ничего не будем короткая отлично здесь у нас и здесь у нас короткая это говорит о том что с трансформатором у нас все в порядке ну выходные линии тут я думаю ничего не будет раз линия выходная и вторая линия выходная целая все все замечательно все чудесно все просто замечательно теперь можно смело менять предохранитель и проверять через лампу накаливания предохранитель стоит на 6 3 ампера это конечно многовато я буду ставить вот такие есть у меня набор предохранителей плавких сейчас замонструозим сюда этот предохранитель так я все подключил обязательно через лампу первый запуск в производим если какое-то будет короткое замыкание в горячей части дежурки или в раскачке ключей у нас загорится лампочка и по крайней мере ничего не выгорит и мы будем знать стоит ли дальше разбираться с блоком или нет если лампочка потухнет дежурка запустится то высока вероятность что горячая часть раскачки ключей будет исправно ну что подключаю и ничего нет странно конечно же странно предохранитель то впердоле он не туда куда надо не на место предохранителя надо было паять а вот сюда его надо было паять да косикнул реально косикнул косикнул ну и такое бывает так переношу предохранитель на нужное место все перенесся сюда предохранитель теперь подключаем и будем проверять что у нас там получается мягкие тонкие ужас поэтому кто хочет качественный блок не рекомендую брать аэрокукол так все подаем питала плата помогалочка моргнула потребление есть дежурки нет печаль микросхема все-таки сгорела планировал на холянный ремонт но получилось немножко не так все легко так давайте проверим обвязку у микросхемы по входу нас стоит микросхемы вот такой резистор большой он у нас так исправен до 18 мегаом ну да тут в полтора два мегаома ставят вроде бы исправен отлично следующий резистор у нас в обвязке вот он он у нас 10 ом это норма соседний резистор телом и по моему до 100 килоом отлично вот этот резистор по моему низкоомный должен быть о 23 мегаома но что-то ненормальная ладно пока оставим проверим диоды но я думаю диоды исправны они чаще всего выживают 578 падение в принципе мне нравится 561 все в порядке вот этот резистор этот резистор мне не нравится цветовая маркировка у него коричневый черный золото золото быстрее всего он низкоомный вот у нас есть помощник такой забиваем коричневый черный золото еще раз золотой до 1 ом получается вот надо будет заменить этот резистор по всей видимости он сгорел заменим этот резистор и будем пробовать еще раз запускать может быть еще микросхема целая осталась а вот и пострадавший резистор подгорел на 1 ом я взял на полтора ома но просто мне их много полтора омных вот я решил полтора ома паять ну что попытка нам башу поехали все-таки сдохла микросхема ну можно конечно замерить напряжение на самой микросхеме но чтоб мне подсказывать все-таки она тоже сдохла это да это засада на такой микросхеме у меня посмотреть в донорах может быть в донорах что-нибудь валяется в качестве замены вот такой вот аналог нашел он должен работать в принципе взаимозаменяемый это 8107 c вот но надеюсь что эта микросхема исправная выпаяна из доноров и по распиновке она подходит под замену вот этой микросхемы утк 7608 d но как подойдет замена тут еще тот вопрос но вроде бы все подходит вроде бы я проверил вроде бы все окей поэтому буду выпаивать микросхему и пробовать новую свою замену а для этого я воспользуюсь как всегда своими любимыми каиной и оловоотсосом и и и и и и и и Ну, надеюсь, все ремонтиционные действия мы закончили. И теперь проверяем на холостом ходу нашу дежурку. Включаем питание. Отлично! Дежурочка появилась. Давайте же замерим напряжение на дежурке. 5,09. Замечательное напряжение. Это просто классно. Ну что, все, я думаю, тут закончено. Можно смело все собирать в корпус и кидать на грузочные тесты. Потому что у нас все отлично. Просто замечательно. Супер! Вот такой вот, в принципе, ремонтец. Я думаю, на этом у нас все. Осталось провести тесты. Собираем все в корпус под вентилятор. Ну и, конечно, проводим испытания под нагрузкой. Как же без этого? Подключаем пилот. Проверяем дежурку в режиме стендбая. Отлично! Дежурка у нас выполняет свою функцию. Потребление 7,5 Вт. 1 Ампер протекает. И напряжение 5,11 Вт. Все в норме. Все замечательно. Дежурку мы восстановили. Ну и теперь проверим блок, как он запускается. Так, блок запускается. Все индикаторы поднимаются. Power Good в норме. 5-вольтовая дежурка 5,11 Вт. 12-вольтовая линия 12,5 Вт. 5-вольтовая линия 4,80 Вт. 3,3 Вт. 3,50 Вт. Немножко завышено. Минус 12-вольтовая линия 12,76 Вт. И Power Good 3,4 Вт. Я считаю, все в норме. Все отлично работает. Все замечательно. Вот такой вот ремонт. В принципе, не сложный. Проблема была только в дежурке. Но мы все восстановили. Все просто и ничего сложного нет. Погорела получается у нас микросхема и один резистор низкоомный. На этом у нас все. Вот. Теперь можно смело блок питания скручивать. И все. Готово. Вот. Всем, кому понравилось, подписывайтесь. Всем, кому понравилось, ставьте лайки. Пишите комментарии. Что думаете по поводу таких вот ремонтов. Конечно же, подписывайтесь на меня в YouTube, в Яндекс.Зен и в Рутубе. А также, всю расходку, все приборы, которыми я пользуюсь, вы можете посмотреть под видео или в группе ВКонтакте Домовой. Там я выкладываю дополнительные фотки. То, что не попадает в видео обзоры. На этом у меня все. Всем крепкого здоровья желаю. Успешных ремонтов. И, конечно же, до новых встреч на канале Домовой. Всем пока. Чао.